Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоролика следующая. Наша с вами мы знакомимся с точкой МЦ-8 Лао Гун. И сегодня тема немножко связана с эзотерикой, либо со знанием о человека. Итак, мы знаем, что данная точка МЦ-8 Лао Гун располагается в центре ладони. Мы это уже знаем. Но, согласно восточной философии, мудрецы Востока нам донесли, что левая ладонь принимает энергию, а правая ладонь отдает энергию. То есть, вот такой вот обмен, круговорот в природе. И мы уже знаем на сегодняшний день, что хиромантия, учение о руках и о линии на руках, многое, что говорит людям о человеке, либо о людях, если прочитать их грамотно, без всяких, скажем так, прогнозов на будущее. Почему? Потому что на сегодняшний день очень сильно знания искажаются. Чтобы они не искажались, пожалуйста, уважаемые зрители, помните, знания даны нам для того, чтобы мы развивались, а не узнавали будущее. Итак, сегодня наша речь о рукопожатии. Это чаще всего касается мужчин. Женщины тоже некоторые любят пожимать руки своим друзьям, женщинам. Но чаще всего это относится к мужскому полу. Итак, мужчины, вы уже услышали, что правая рука отдает энергию. И когда мы, мужчины, здороваемся друг с другом рукопожатием, то, конечно же, мы протягиваем руку, и что? Можем отдать часть энергии. Здесь я немножечко забегая наперед и скажу, никакой здесь порчи никто восстановить на рукопожатии не может. Сразу говорю. Но помните, что рукопожатие – это жест, который вы должны сделать так, чтобы вы могли заявить о себе, если вы отдадите энергию тому человеку, который будет пожимать вашу руку. Почему? Потому что вы не знаете, кому вы подаете руку, и, может, человек саморазвивается, и, посмотревши данное видео, сможет, скажем так, даже прочесть вас. Итак, о чем может поведать рукопожатие? Рукопожатие, прежде всего, может поведать о том, какой человек, какой силы, воли, характера, черты его, какая мощь в нем, какая энергетика в нем присутствует. Нужно обратить внимание, как мужчина подает руку. Подает он ее вяло, расслабленно, уверенно, неутвердительно, скажем так, как-то побаиваясь чего-то. Достаточно пожать руку мужчине, либо своему оппоненту, и можно узнать уже о человеке не все, но многое о том, что вы услышали. Так что, прежде чем, уважаемые мужчины и женщины подать руку на рукопожатие, подумайте, прежде всего, как вы о себе заявите этим рукопожатие. Почему? Потому что люди, которые изучают руки, допустим, человека, знания о человеке, они сразу же могут вас прочесть. И, поверьте, сразу человек прочтет о вас больше негативного, чем позитивного, и попробует или постарается вас ударить там, где именно хозяйничает негативное. Потому, данная лекция, прежде всего, укрепляйте свою энергию, вот, скажем так, пополняйте свою энергию, свои знания, также укрепляйте свою энергетику. И тогда, при любом рукопожатии, человек, прежде всего, что сможет, скажем так, увидеть в вас личность, состоявшуюся личность, личность с энергетикой, которая, скажем так, живет в вас. Вот такая простая лекция, которая может все-таки раскрыть огромнейший потенциал человека. Это даже, можно сказать, своеобразный элемент ясновидения. Но помните, уважаемый зритель, никогда не злоупотребляйте там при рукопожатии, войти там в какой-то транс, почувствуй, там, какая энергетика бежит там по рукам, либо пошла через ладонь холодно, либо тепло. Не надо этим заниматься. Я вам просто советую, не увлекайтесь. Это могут делать только очень духовно образованные люди с очень огромной сильной верой, вот, для того, чтобы пополнить свои знания. Но ни в коем разе эти знания не применить против человечества. А сегодняшние знания вы можете взять на вооружение и при любом рукопожатии уже знать, кто перед вами стоит, какие руки, сильный, слабый человек. Ну и уже даже по рукопожатию уже выбрать даже себе друга, скажем так, либо подругу. Поэтому, пожалуйста, жмите на здоровье руки, узнавайте, конечно, больше знаний, которые помогут вам, и вы сможете совершенные знания передать другому поколению. Спасибо за внимание.